во время пандемии мы со своей семьей застряли на шри-ланке это был 2020 год мы конечно же прилетели туда когда не началась еще пандемия не было никаких локдаунов мы арендовали автомобиль в итоге мы застряли до прожили на шри-ланке более двух месяцев но история не об этом история уже о следующем когда мы все-таки вернулись в россию и спустя еще два месяца у нас на карте образовался минус 50 тысяч рублей и теперь самый интересный вопрос а как же это получилось а получилось это очень просто прокатная компания получила автомобиль назад разблокировать денежные средства и через два месяца решила что она их может заново списать под под предлогом возможных каких-то дефектов автомобиля причем что на момент возврата автомобиля мы об этом все обсудили все было сделано и мы даже заплатили небольшую сумму там действительно был небольшой момент данной машине и в итоге компания с нас через два месяца хотя уже все вернула разблокировала заново списала денежные средства обращаясь в банк банк сказал извините это технический овердрафт и заплатите деньги если не заплатили течение трех дней мы взыщем вас через суд все спорить было бесполезно теперь мой глобальный совет на эту тему я совершил ошибку в чем я так обычно не делал но я поторопился и оставил депозит с обычной дебетовой карты дебетовая карта как раз вот подразумевает все возможные такие риски и у меня также был другой опыт и где банк не дал снять такие возможные суммы да потому что такие периодические истории случаются с кредитной карты поэтому друзья давайте начнем этот интересный диалог меня зовут павел георгиев компания георгиев travel я вам сейчас расскажу свою историю на практике и дам очень полезный совет как не потерять свои деньги на картах кредитных и дебетовых путешествиях и так давайте начнем с самого главного давайте начнем о депозитах на депозитах за прокат автомобилей отелей и так далее то начнем с отелей первое и самое главное друзья имейте всегда собой 100 200 долларов в зависимости от суммы депозита в отеле дежурные бумажные берите их с собой и когда необходимо внести депозит доставать их из кошелька отдавайте на ресепшене и по выезду из отеля забирайте никогда не оставляйте депозиты с карт или кредитных карт даже в том числе почему есть два интересных момента во первых депозит могут забыть вернуть во вторых депозит могут не вернуть и под формулировкой что иностранным гражданам деньги не возвращают хотя мы все прекрасно понимаем что деньги захолдированы да но кто-то их видимо может возможно списывает да в общем на эту тему есть некоторые уловки и это не зависит даже от страны такие ситуации у меня были как китае так и в турции так и в арабских эмиратах этот момент такой достаточно 50 на 50 как повезет зависимости от отеля и всего остального по возврату страну уже доказать о чем-то будет достаточно тяжело да да банк подключит какое-то расследование но доказать об этом шансов немного я сейчас понимаю возможно вы сейчас скажете да нет у нас было и было все в порядке да но бывает и не в порядке поэтому мой совет чтобы избежать этих ситуаций и не замораживать деньги на куда длительный период лучше оставляйте в отелях наличные средства это всегда удобно просто взяли вернули и в этот же день вы в принципе даже если хотите можете потратить на что-то перед вылетом теперь второй момент если мы бронируем автомобиль и нам все-таки необходимо так или иначе предоставить карту карту кредитную на который должен будет заблокирован депозит делайте это обязательно с кредитных карт друзья потому что кредитная карта является собственностью банка и в минус они такие вещи не ставят как правило если даже какие-то такие попытки бывают они быстрее эти вопросы решают это честно скажу уже пройдено и не раз когда ситуация наступила да и у вас попытаются снять деньги у вас может быть такой суммы не быть да ее в минус не поставят по кредитной карте да или могут разобраться это прям обязательно условиям честно говорю поэтому вы возможно замечали все мире спрашивают кредитные карты дебетовые да потому что с ними гораздо проще поэтому вот такое друзья резюме еще раз по отелям берите наличку там где вообще в принципе возможно оставить депозиты наличными оставляйте наличными там где этого сделать невозможно используйте кредитные карты и даже если вы никогда ими не пользовались вы можете спокойно себе завести любую карту кредитную да с небольшим каким-то балансом сейчас банки принципе охотно всем это раздают вы не пользуетесь ей просто пусть лежит на вот такой случай и когда такой случай наступает вы спокойно можете использовать его для депозита ну вот так вот дорогие друзья решил поделиться с вами такой интересной информацией надеюсь на вам будет полезно ваших путешествиях и сэкономит вам кучу нервов первую очередь да ну и конечно же денег подписывайтесь на мой подкаст с вами был павел георгиев георгиев travel услышимся